Добрый день, мои хорошие! Сегодня мы идем с мальчишками в музей, в Краеведческий. Потому что уже каникулы все кончаются, а мы никак не дойдем туда, потому что они перепутали день с ночью, все спят до обеда, никак никого не поднять никуда. Вот. Хотела, пока я не забыла, меня спрашивают уже не один раз, близнецы или мальчишки наши. Вот хочу вам рассказать эту историю. У Кости от первого брака, Макар вот старший, и Егорка, Егорка, вот он, вот он Егорка, иди. Еще девочка, Кирочка, но Кирочка живет с мамой в Болгарии. Вот, а четыре, наверное, с половиной года назад, или уже почти пять, Костя вот познакомился с Татьяной. Ну, они сошлись и поженились, вот, а у Татьяны, мальчик свой, Гриша, Гриша, помаши ручкой. Ну, я про тебя просто говорю. Вот. Ну, а теперь у них еще общий ватрушка, как мы его зовем. Ну, самое, что в этой истории интересное, мне на день рождения, первого августа, был подарен Егорка. А потом оказалось, что и Гриша тоже родился первого августа. То есть мы с ними втроем первого августа родились. Причем Егорка и Гриша родились в одном роддоме. Вот, так что, вот так. Ну, за эти годы уже Гриша давно своим стал. Вот. Так что они у нас не близнецы, но как близнецы. Вот они шагают оба. Вот это, тут наше правительство заседает. Можно сказать. Чего? А, шары, они же светятся в темноте. Это они сейчас такие страшные. А когда сейчас... Девушки проездом в Мурманске тоже идут в музей краеведческий. Чего? Там стадион там. Да. Старый стадион. Для болельщиков места. Угу. Ну вот. Мы дошли. Вот это якорь с Ермака. Такой корабль был когда-то. Вот это вот проспект Ленина. Вот такая центральная улица. В основном Сталинки здесь. Вот там площадь пять углов. Я уже вам ее показывала. А это вот... Вот этот район наверху назывался всегда «Страна дураков». Не знаю почему. Вот мы там сейчас и проживаем все. В Мурманске всегда старались красить дома в разные цвета. Ну что, пойдемте, мальчишки. Видимо, потому что, наверное, цветов не хватает. Поэтому, наверное, и красят всегда. Вот у нас друзья китайцы. Кругом в Мурманске. Я вам потом расскажу, зачем они приезжают сюда. Вот тут при входе сувениры. Сцены на сувениры, я думаю. Ну, бусы тоже, конечно, цены. Вот. Вот полторы до... До бесконечности. Скажем так. А вот это вот бусы... Вот это ягодки-морошки. Наша северная ягода. Делают бусы такие. Что, Егорка? Скопьем может убить человека. Ну, наверное, да. Вот эти вот аметисты у нас в Мурманской области. Есть. Ну, чего, пойдем, мальчишки? Пойдем. Москва. Это такой ледокол? Да. Вот эта штука, не знаю, как она называется, она похожа на морскую шапку. Все эти ледоколы, собственно говоря, строились в Финляндии. Что, Москва, что вот этот Воронин. Все они строились в Финляндии. Раньше китайцы ездили в Финляндию в Сарасельку для того, чтобы зачать ребенка под северным сиянием. Тогда, по их пониманию, у них обязательно родится мальчик. Он будет храбрым воином, добытчиком. И, в общем, вообще все будет замечательно. А теперь они ездят к нам, потому что это дешевле. Ну, и заодно посмотреть российский север. Подожди, я тебя сниму. Егорка, Егорка. С Мишкой в обнимку главный. Ну, это вот камни, которые в Мурманске. Вот, это камень какой-то с мухом. Странно. Это кварц и мох. Хризопрас мне нравится. Вот этот вот зеленый. Он просто вообще такой красивый. А вот этот вот фиолетовый, это чароид. Вот так он выглядит, натуральный камень. Вот 47-й номер фиолетовый с зеленым. Вот с краплениями. Ну, и вот они там все. Это все чароид. Чего, зайка? Сейчас пойдем. Вот этот розовый с черным родонит. Ну, в общем, короче говоря, тут чего тут только нет. А вот это вот, фиолетовый с зеленым, эвдиолит. В общем, камней в Мурманске в области огромное количество добывается. Красоты неземной. А вот этот зеленый и яркий, это Уваровит. Вот этот 58-й номер. Ну, гость. Рысь. Ну, мишки, понятное дело, куда ж без них. Хорошо сделано, да? Как живые. Птички наши. Куропатка, как положено, рябчик, тетерев, глухарь. Ой, когда за грибами ходишь, эти куропатки стаями из-под ног вылетают. Ну, это всякие совы разные. Полярная лиса зайчика съела. Это все чучело, да? Конечно. Конечно, чучело. Это утки всякие. Игорька, не кричи, пожалуйста. Игорь, не кричите. Олени. В Мурманской области просто так оленей не встретить. Это в Финляндии они ходят вдоль дорог, и дороги переходят, и с колокольчиками бродят по лесам. В Мурманске нет такого, конечно. А это у Росомаха. Росомаха. Это такая зверюга. А раньше ты говорила, что это рысь. Говорит, что это рысь. Рысь в другом зале. Это Росомаха. Очень неприятный зверь-хищник. Ну, это понятно. Урлук. А это вот птиц всяких на скалах. Огромное количество. Мне когда-то Леня вдруг привозил гагачьи яйца. Они такие огромные. И вкусные очень. Ну, эти товарищи у нас тоже пролетом, летом бывают. Очень часто на озерах можно встретить. Кайры. Кайровые яйца, да, тоже мне привозили. Нерпочка. Это морской заяц. Вот так они живут. На скалах. Ребята тогда молодые были. Они лазили собирать эти яйца на скалы с зонтиками. Потому что птицы волнуются, переживают, летают. И, они говорят, зонтики становились просто тяжеленные от отходов птичьих. Выдорочка с рыбками. Музей уже старый. Вся эта экспозиция давнишняя. Ну, на техническую часть мы отвлекаться не будем, потому что я в этом молчу, понимаю. Не буду строить из себя специалиста в этом деле. Ну, это рыбы. Музей. Рамысловые, в основном. Музей. сколько же раньше в магазинах было рыбы не передать если вот сейчас начать вспоминать где она сейчас а то что есть стоит таких денег мальчишки вы видели свое родное любимое вот это им интереснее первые рисунки на первые рисунки людей не знаю что это как ты думаешь что это ну это вот то что раскопано здесь когда-то было наконечники стрел карабалованные крючки ложки так жили когда-то люди я не представляю как раньше люди жили в этих краях холоде в темноте не представляю одежда из шкур из оленей лыжи такие ну собственно они сейчас и ходят так в ловозере местные товарищи манекен посадили раньше его не было тут это в селе варзуга в селе колода в селе колода манекен посадили манекен посадили выглядел город кола где вот мы ребятишек крестили в храме когда-то это была вот такая крепость история революция пулемет максим знаменитый это крейсер аскольд прибыл вот в семнадцатом году ядро было революционное революционное похоже на евро 10 тысяч рублей это да это первые первые деньги наши после царя первенец советского океанографического флота персей палатка личные вещи первых геологов начинал разрабатывать тут все на севере это киров главный человек в те времена на севере вот так вот богато жили люди вот так вот богато жили люди вот так вот там там он вот это линиеводы конечно и в А это с Ермака. А что это? Ну это уже Великая Отечественная война. Пограничный знак. И вот тоже непонятно, как выжили во время войны люди. В разбомблённом Мурманске. Просто кошмар какой-то. Как можно было выжить на этой земле? Сколько тут погибло людей. Спасибо. 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 Мурманск. Мурманск. Первый конвой пришёл 11 января 1942 года. Всего за годы войны город принял 250 транспортных судов, союзных конвоев, которые доставили стране 2 миллиона тонн грузов, вооружения, стратегического сырья и продовольствия. Поэтому Мурманск так и обороняли, что конвои шли там. Смотрите, какая длинная, агроматная. Агроматная. В общем, что ты смотришь тут? Попишешь, что тут вписи. Угу. Ну, собственно, и весь музей. Куда нам ещё пойти, молодые люди? Смотри, сверстись, Саша. А? Сейчас я-то говорю, что-то заправлю. И вот сейчас. Арктика. Ну тут нам надо чего-то менять. так назвали это анатолию бредову памятник уж не знаю уж не знаю анекдоты это или нет но лет 30 назад рассказывали что возлагали на какой-то праздник руководство сюда цветы и из толпы послышался крик пьяного мужика бросай толик не знаю что это анекдот или правда мы идем вот кафе юность старое кафе приезжала сюда летучие разгромила раз критиковала как работал так и работает нагулялись находились насмотрелись хорошо вот мы пришли на площадь пять углов китайцы народ оживает после праздника время пол второго гриша внезапно заболел звук пока в кафе сидели позвонили маме мама сказал идти к врачу и зуб тут же прошел чего греша греша не с греша а кататься не на чем дать ну ладно значит поедем домой ледянки то нет а так видимо не очень катится ну мы же не думали что на горку пойдем ну ну ладно мы съездим еще зима длинная но они а сегодня последний день ничего выходные будут выходные будут каждый день когда каждый день ну вот мы нагулялись наелись поеду мальчишек домой отвозить не болейте мои дорогие счастливого вам рождества чтоб все у вас было хорошо пока пока у 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